Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Валерия Михеева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Астрофизик из КФУ отправился в путешествие до Антарктиды. В Институте психологии и образования КФУ состоялся научный семинар. В Казанском федеральном университете прошла творческая встреча артистов театра имени Карима Тинчурина со студентами вуза. Психология образования развивается с каждым новым днем. В настоящее время психологам необходимо постоянно развиваться и следить за современными тенденциями. Помогают в этом научные конференции и семинары. 13 февраля в Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся научный семинар для психологов. Подробности в сюжете. Психология образования Казанского федерального университета состоялся научный семинар для психологов образовательных учреждений по теме современной тенденции развития психологии и образования. Организатором семинара выступила кафедра педагогической психологии Института психологии и образования КФУ. В рамках семинара прошел круглый стол посвященный оценке состояния психологической безопасности образовательной среды. Участие приняли более 150 психологов из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В настоящее время действия ученых-теоретиков и практических психологов достаточно расходятся. Одной из целей семинара также стало достижение их слаженной и последовательной работы. В перспективе мы планируем подобного рода мероприятия не только республиканского уровня, но и всероссийского проводить ежегодно, потому что такая потребность есть, и это нашло свое отражение в количестве участников сегодняшнего республиканского семинара. Также в программе семинара присутствовали психологическая экспертиза, качество жизни учителя, вред и польза родительских чатов. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Диспансеризация – способ улучшить здоровье каждого гражданина и предупредить развитие серьезных заболеваний. С помощью периодического осмотра можно выявить большинство опасных проблем со здоровьем. Пройти диспансеризацию можно в университетской клинике Казанского федерального университета, качественно и совершенно бесплатно. Каждый человек хочет быть здоровым. Все мы знаем, что для этого нужно вести правильный образ жизни, а также не забывать о профилактике. Диспансеризация нужна, важна и неизбежна. Регулярное медицинское обследование позволит на ранней стадии выявить хронические заболевания, а также скорректировать факторы риска их развития. В университетской клинике Казанского федерального университета пройти диспансеризацию можно за один день. Быстро, качественно и совершенно бесплатно. В Российской Федерации основной причиной смертности и инвалидизации являются так называемые хронические неинфекционные заболевания. Они включают в себя болезни системы кровообращения, злокачественное образование, сахарный диабет второго типа и хронические заболевания органов дыхания. И как раз таки диспансеризация, которая проводится в два этапа, она призвана выявлять первичные признаки данных заболеваний. Важно! Диспансеризация проводится один раз в три года, в возрасте от 21 до 39 лет. А начиная с 40 лет ежегодно, так как 40 лет, а в некоторых случаях из 35, возрастает риск развития хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризация призвана выявлять факторы риска этих заболеваний, потому что, влияя на факторы риска, мы можем предотвратить развитие болезни. Диспансеризация может проводиться в один или два этапа, в зависимости от результатов обследований, полученных на первом этапе. Первый этап диспансеризации включает в себя профилактический осмотр и ранний скрининг на выявление онкологических заболеваний. Объем данного скрининга зависит от возраста и от половой принадлежности мужчины или женщины. И может в себя включать исследование кала на скрытую кровь, проведение маммографии, исследование мазка на онкоцитологию, проведение ФГДС, фиброгастродуаденоскопии, проведение исследования на выявление проста специфического антигена в крови. Второй этап включает в себя консультации врачей-специалистов, невролога, уролога, офтальмолога и ряд лабораторных исследований, позволяющих углублен на оценить состояние здоровья. Предупредить легче, чем лечить. Пройдя диспансеризацию, вы сможете выявить факторы риска и своевременно на них воздействовать, чтобы заболевания у вас не развивались. Оснащение университетской клиники Казанского федерального университета позволяет своевременно и качественно пройти диспансеризацию в течение одного дня, поскольку это плановая медицинская помощь, что требуется предварительная запись по телефону 233-30-00. Код города Казани 843. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. Одной из самых интригующих театральных премьер конца 2019 года в Казани стала работа Эльгиза Зайниева «Три аршины земли». Исполнители главных ролей встретились со студентами Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ для обсуждения постановки. О том, как это было, смотрите в следующем сюжете. Три аршины земли Вышедший в 1962 году. Модератором выступила доцент кафедры татарской литературы КФУ Милюшаха Буддинова. В трех аршинах земли рассказывается о жителе деревни Карачурово, сыне богатого крестьянина Мирвали, который женился на бедной девушке Шамси Гаян. Студенты обсудили с актерами жанровые особенности пьесы и ее символическое содержание. «Эти встречи с театрами у нас как бы на факультете, в институте, носят регулярный характер. Все премьерные постановки обсуждаются либо на территории института, либо вам как Камал МакТебе. Мы готовим здесь филологов, которые должны владеть навыками и в том числе и литературо-веческого анализа не только драматургии, но и театральных постановок». Камиль Гемаздинов, Виолетта Басова, Универньюс. 11 февраля астроном из Института физики Казанского федерального университета Сергей Мельников отправился в путешествие до Антарктиды на учебном фрегате «Паллада». О том, как Сергей решился на подобное приключение, в сюжете нашего корреспондента. «До Антарктиды под парусами» – под таким девизом прошла подготовка к путешествию молодого ученого из КФУ Сергея Мельникова. Астрофизик решился на отважные приключения, вдохновившись историей другого астронома из КФУ – Ивана Михайловича Симонова. Тот 200 лет назад отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого была обнаружена Антарктида и 29 островов. «Ходить под парусом» – это, наверное, одна из таких давних-давних детских мечт, можно так сказать. Я очень любил читать книги про эпоху Великих Географических Открытий. Астрономия мне нравилась больше, поэтому я пошел работать астрономом, а не стал моряком. Но мечта осталась, и когда появляется возможность, я считаю, что эту возможность нельзя упускать. По словам Сергея, о возможности стать частью команды он узнал случайно, через интернет. И сразу, во что бы то ни стало, решил принять участие, посчитав это за знак свыше. Попалась реклама, я связался с организаторами, примерно неделю думал, считал, сколько получится, сколько не получится, ну и в конце концов решился. Парусник, на котором астрофизик отправится к Антарктиде – это учебный фрегат «Паллада». Его масштабы поражают, а вид завораживает. Три мачты. Размер самый высокий, достигает размеров 16-этажного здания. Общая вместимость – 200 человек. Среди них 50 членов экипажа, 120 курсантов морских училищ России и 20 практикантов. Счастливчиков со всех уголков страны. «Паллада» совершает кругосветное плавание. Как раз на часть этого кругосветного плавания попадаю я. То есть из Аргентины, порт Ушуайя, до Кейптауна в Южноафриканской республике пересекаем Атлантический океан. И если позволит погода и решит капитан, то попытаемся максимально приблизиться к Антарктиде. 11 февраля Сергей отправился в аргентинский порт Ушуайя. Уже там он ступит на борт «Паллады» и под парусами пойдет по водам Атлантического океана к Антарктиде. Все путешествие продлится 31 день, после чего астроном сойдет на берег в порту Кейптауна, а «Паллада» продолжит свое кругосветное путешествие и вернется во Владивосток. Я не знаю, получится ли у меня когда-нибудь еще найти время, деньги, желание, так, чтобы все это вот сошлось. И плюс ко всему еще в нашем университете плавно перетекает от года Симонова к году 200-летия Антарктиды. Я думаю, это вот самое то. Во время путешествия Сергей планирует сделать множество фотоснимков. Помимо этого астрономы будут обучать корабельному делу. Уже по прибытию в Казань в планах астрофизика смонтировать фильм о своих приключениях. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok